Одна из таких распространенных, скажем так, причин, почему молодые не женятся, самая распространенная, я, говорит, сейчас хочу сначала отучиться, найти хорошую работу, потом я построю дом, потом еще что-то, и потом я женюсь. То есть, какими-то мечтами молодой парень живет, якобы то-то, 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 когда я сделаю, я буду жениться. Это неправильный подход. Это фактически нету человека, который все это сделал и женился, если есть, а не единицы. Ты так никогда не женишься. Нужно жениться, дорогие братья. Аллаху Тааля в Коране говорит, есть такой аят, ауду биллахинна шатану рожим, Тех, кто из вас холостые, жените их, говорит Аллаху Тааля. В конце этого аята Аллаху Тааля говорит, если же они будут бедными, вы жените их. Если они бедные, Аллах говорит, я обогашу их. Я сделаю их самодостаточными, я их богатыми сделаю. Если вы пожените их, я им дам богатство. Аллах говорит в Коране. Удивительно, дорогие братья. Это Умар, разъя Аллаху, говорил. Я удивляюсь, говорит, тому, кто ищет богатство, без никаха. Когда, как Аллах в Коране сказал, если вы бедные, я обогашу вас, женитесь. Я удивляюсь, кто ищет богатство, без никаха. Наоборот, все, что вы вот это перечислили, сначала дом построить, потом это, работа и прочее, и так далее. Вот это все как раз появится только после того, как вы поженитесь. И здесь вот есть взрослая, поколение, здесь половина, все женатых, как минимум. Вот спросите себя, вот я до женитбы и после женитбы. И свою финансовую ситуацию сразу же после брака сочетания в разы увеличивается состояние у человека. И это факт, который любой человек на своем примере может это подтвердить. Поэтому говорил Абдулла ибн Масхуд, радия Аллаху анху, толкование этому айоту. Иль тамису лгина финниках. Вы ищите, говорит, богатство в никахе. Вы ищите богатство в никахе, поскольку Аллах сказал, тот, кто женится, я дам ему богатство. Абубакур Сиддик, радия Аллаху анху, говорил. Вы покоритесь, вы подчинитесь Аллаху в том, что Он вам повелел из вопросов никаха. Аллах вам повелел жениться? Вы подчинитесь, говорит Абубакур Сиддик, из того, что Аллах вам повелел. И Аллах исполнит то, что вам обещал за это. То есть обогатит вас. Поэтому вот эти вещи, говорится в хадисе пророка, алейсалату ассалям. Тот человек, который оставит женитку из-за страха бедности, он не из нас. Если ты не женишься из-за страха бедности, дорогие братья, пророк Саусом говорит, ты не из нас. Удивительный хадис. Ты молодой юноша, тебе лет может быть 18, 20, 23. Ты должен источать уверенность. Талакал должен быть на Аллаха. Аллах сказал, я сделаю, если ты поженишься, я тебя обогащу. Женись. И вот эти вещи, потом я это сделаю, то сделаю, только потом. Это оставить нужно. Субтитры сделал DimaTorzok